Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня у нас с вами видео-обзор на вот такой вот натуральный йогурт термостатный Слобода. Да, натуральный. Состав здесь очень-очень, кстати, хороший. Лактобактерия, даже есть какой-то английское слово. Какая-то прям иностранная она, наверное, что ли. Если кто знает, напишите в комментариях. Вот. У нас с вами будет обзор. И также из него мы будем с вами пытаться пробовать делать мацони. Я уже для мацони все приготовила. Здесь у меня идет молочко. Магазинное молоко. Мы уже с вами много раз пробовали, делали. Пестравком 3,2%. Вот. Чуть-чуть у меня тут осталось. Я молочко уже чуть-чуть подогрела. И левой рукой мизинчиком надо попробовать, чтобы не жгло. Вот. Подогрела. Сюда себе отлила в пиалочку. Взяла ложечку. Вот. Мы туда будем добавлять одну столовую ложку. Не знаю, поместится она или нет. В эту маленькую горлышко посмотрим. Вот. Но для начала мы с вами его сейчас возьмем. Попробуем, откроем. Посмотрим вообще, что там. Стоит покупать или нет. Стоит она, кстати, в магазине 35 рублей со скидкой. Без скидки, не знаю, подороже, наверное. И здесь у нас 150 грамм. Производитель. Так. Био-йогурт. Слобода. Тра-та-та. А, ну вот. Кстати, такие вот всякие цифры, кому интересно. Здесь покажу. Кому интересно. Покупала в Самаре. У вас, не знаю, отпишитесь, в каком городе они еще есть. Так. Давайте открываем. Кстати, у него срок годности целый месяц. Где здесь? Где тут? А нет, даже больше. С апреля по июнь. Даже больше. Два месяца. Может быть запакованным. Вот таким вот лежать. Да. И вот так, конечно же, он у нас открывается неудобно. Кстати, сразу пошел запах йогурта. Вот. Попробуем сейчас ложкой. Так, давайте сейчас столовую ложечку сначала туда положим. Или надо перемешать его, что ли? Ладно. Поместится? А, поместится. Кстати, вот он какой. Как такой, кусочками. Ладно. Кусочками. Так, сразу кладем туда столовую ложку. Вот она у меня получилась такая большая с горочкой. И растворяем. Пускай пока растворяется. А здесь мы сейчас с вами будем его пробовать. Кстати, вот такими он комочками. Я помню, когда покупала мацони, оно было тоже, выглядело точно так же. Не очень, кстати, аппетитно. Ну ладно, давайте попробуем, что это такое. Пробуем. На вкус какой-то обычный йогурт. Такой даже, хотя не знаю, может и магазинный. Дома я делала сама йогурт. Конечно, он был совершенно другого вкуса. Ну, такой обычный йогурт. Не сладкий, не кислый. Ну, такой обычный аромат. Такой. Не хватает, конечно, немножко сахарка, наверное. Но на вид мне что-то он не очень понравился. Ну, наверное, кто сидит, кстати, на диете, он подойдет. Посмотрим, как из него получится мацони. Потому что тут всякие примеси такие. То есть не как будто бы он какой-то жидкий, а вот он какие-то с комочечками такими на вид. Ну, а когда кушаешь, он быстро растворяется такой вкусненький. Вот, видите, то есть на ложке остаются комочечки. Ну, какой комок. Попробую его найти. Ну, и здесь, конечно, у нас тоже теплая вода. Здесь тоже такая, ну, горяченькая, но чтобы не жгло. Вот, здесь мы с вами только сейчас растворяем. Должны растворить ее полностью. Все комочки там. Теперь мы с вами перемешиваем вот тут все. Посмотрим, что из этого выйдет. Все. Так. И теперь мы с вами все это крышечкой закрываем. Плотно. И все это нужно накрыть полотенцами, одеялами. Всем, чем только возможно. Она еще горячая. Я себе сегодня шила вот такую вот штучку из майки старенькой. Вот она внутри находится вата. Вот, то есть вот тут обшила и вот тут обшила. То есть, ну, вот она двойная. Вот. Такую штучку я сверху одеваю. Снизу там тоже немножко поддеваю. И сверху вот так вот закрываем. Так, вот мы ее одели. Теперь мы оставляем с вами на 8 часов ее. И через 8 часов посмотрим, что же там стало, что там получилось. То есть, и потом дали ее в холодильник на всю ночь. То есть, я заделываю это вечером. Вот. Так, наш с вами йогурт. То, ради чего мы собрались. То есть, йогурт, смотрите, тут получается у нас натуральный. То есть, это не просто там йогурт какой-то магазинный, там, не пойми какой. Там съедобавки. А это у нас идет натуральный йогурт. Это, кстати, у меня уже второй обзор. До этого я делала на другой. Мне очень понравился, по-моему. Вот здесь, не знаю, такие козявки такие, прям это. Не знаю, какой получится мацони. Надеюсь, то, что получится все очень здорово. Ну, или йогурт, может, получится. Может, не мацони. Не знаю. Попробуем еще разок. Ну, такое, кстати, комочки. Они во рту очень хорошо растворяются. Там у меня, конечно, не получилось растворить. Так, все, ждем 8 часов и посмотрим, что у нас получилось здесь. Получится у нас из него мацони или нет. А вы пока пишите в комментариях, что же у нас может получиться. Мацони или йогурт. Так, ну вот у нас с вами прошло 8 часов. Давайте ее откроем. Ой, не там. Посмотрим, что же у нас там такое получилось. Она, кстати, теплая до сих пор. Теплая. Чуточку такое теплое. Кстати, можно вот такую штуку нагреть где-нибудь на батарее. И даже будет еще лучше. Она прям теплая. Класс. Как парное молоко. Так. Что у нас тут получается? Ну, вот, смотрите, эффект уже есть. Такие вот эти вот комочки, кстати, которые были в этом йогурте. Они, вот они, сверху. Их можно было, кстати, снять. Но она, кстати, получилась довольно жиденькая такая. Но это еще не все. Сейчас мы ее с вами ставим на ночь в холодильник. Ее можно перемешать вот так вот. О, на дне еще, кстати, полно. Так вот. Комочки немножко остались. Ну, ничего страшного. Это, в принципе, первый раз так будет. Остальные последующие разы. Просто вы будете, допустим, у вас она заканчивается. Покупаете новое молоко. Снова его чуть-чуть кипятите, чтобы оно было такое, не горячее, но теплое. Берете отсюда столовую ложку. Разбавляете. И все точно так же делаете. И со временем у вас эти комочки пропадут. Со временем уже будет свой определенный такой вкус. И можно так сделать очень-очень-очень долго. Так. Закрываем. Отправляем в холодильник. И завтра мы с вами посмотрим, что же у нас с вами такое получилось. И попробуем заодно на вкус. Для вас это пройдет одна секунда, а для меня целая ночь. Не прощаюсь с вами. Так. Ну, вот смотрите, прошли сутки в холодильнике. И давайте же с вами откроем и посмотрим. Получилось у нас мацонь или нет. Смотрите, вот они. Комочки немножечко остались. Но если вы будете делать из той же самой массы, то постепенно, постепенно, с каждым разом они уйдут, уйдут, уйдут. То есть в следующий раз вы молоко так же подогреваете, чтобы оно было тепленькое. И можете уже добавить, наверное, 2 столовые ложки на всякий случай. Добавляйте 2. А там уже будете смотреть, жидкий хотите или не жидкий. Получилось, кстати, консистенция мацони. Оно где-то примерно вот такое вот, жиденькое. Такое, как вот слизкое такое бывает периодически. Такое, то есть не как молоко, а вот хорошее получилось. Давайте с вами попробуем на вкус, какой же оно у нас. Пробуем. Ммм, очень вкусно. У него вкус очень похож на тот вкус, который вот йогурт мы с вами делали, да? То есть до этого я делала уже так же обзор. Был йогурт натуральный. И какой я получила с мацони, это было немножечко другое. Вот это вот, кстати, очень вкусно. Мне понравилось. У него приятно кушать. Но он, наверное, больше не на мацони, может быть, похож на йогурт жиденький. Наверное, вот что-то в этом роде. Кстати, комочков не ощущается. Не знаю, видимо, их совсем-совсем прям мало, но они потом уйдут. Но просто взять его вот так вот и поесть или попить, кстати, очень-очень вкусно. Можно еще добавить разные ягодки, варенье, мед, сахар, печеньки там и все-все-все такое. Можно вообще там прямо придумать, что добавить. Очень вкусно. Мне понравилось. Реально у него такой вот вкус. Ну да, наверное, вкус йогурта больше. Но это вкусно. Это очень вкусно. Готовьте вместе со мной. С вами был канал ArtMani. Ставьте лайк, если вам видео понравилось. Пишите в комментариях свои какие-то рецепты или какой йогурт вы хотите попробовать. Или, может быть, что-то такое же сделать в мацони, какой-то эксперимент. Обязательно пишите. Я обязательно приготовлю для вас. Мне это очень интересная тема молочная. Смотрите наши другие ролики кулинарные. Также есть влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку уже 4 годика. Также бумаги у нас есть. И много всего интересного. Обязательно подписывайтесь. И всем пока-пока. С вами был канал ArtMani.